Привет, ребята! Это Мэтт Корр и курс ControlPaint.com. Сегодня мы поговорим об использовании материалов, которые мы собирали в предыдущих занятиях. У меня на экране набор фотографий с аквалангистами. Эти материалы мне нужны для того, чтобы нарисовать, создать реалистичный дизайн персонажа. Ну и вот, что у меня получилось. Как видите, персонаж выходит реалистично. Но вместе с тем мой рисунок это не просто копия какой-нибудь найденной фотографии. Я взял несколько фотографий, объединил нужные мне детали и элементы и добавил несколько собственных идей и в итоге нарисовал свой рисунок. Повторюсь, рисунок выглядит реалистично. Что-то подобное можно увидеть и в нашем мире. И именно поэтому наглядные материалы так важны. Они помогают насытить рисунки правдоподобными деталями. Все эти пряжки, зажимы и трубки, все это делает костюм персонажа реалистичным. Один мой хороший друг использует метод одевания персонажа. То есть нужно взять вашего персонажа и представить, как он утром просыпается и надевает свою одежду. Даже ваши персонажи, космодесадники из будущего, им все равно приходится одевать свою броню по утрам. Подумайте, удобно ли им надевать и носить костюм. Как они его носят, как одни части крепятся к другим. Если у вас не получается представить, как ваш герой надевает свой костюм, то скорее всего этот костюм нереалистичен. Задание для вас. Создать реалистичный костюм для персонажа. То, что можно было бы встретить в реальном мире. Вам нужно наполнить этот костюм деталями, используя собственные материалы, которые вы подготовили ранее. Вы можете выбрать пожарного, полицейского и так далее. Важно, чтобы персонаж выглядел реалистично. Как только вы начнете работать, то поймете, что чем тщательнее вы подготовите материал для работы, тем лучше будет ваш результат. Вообще очень полезно рисовать реалистичные костюмы и создавать реалистичные дизайны. Особенно тем, кто занимается концепт-артами в стилях научной фантастики и фэнтези. У вас не получится найти наглядный материал для персонажей типа космоднесадников. Но вам достаточно взять реалистичное изображение, немного изменить его. И вот тогда у вас выходит что-то необычное. Что-то в стиле сай-фай. Но если не опираться на наглядный материал, сай-фай рисунки получаются куда менее реалистичными. Поэтому детали реальных костюмов и дизайна добавляют сай-фай изображением реальной правдоподобности. В конце концов, никто же не знает, каким оно будет, будущее. Но зритель куда охотнее поверит вам, если увидит на изображении знакомые детали из его собственного мира. Да, может быть рисовать сай-фай куда интереснее, чем рисовать реалистичный дизайн. Но поверьте, ваши сай-фай концепты станут намного лучше, если вы потратите немного времени на рисование реальных персонажей и костюмов. Точно так же, если вы хотите рисовать концепт кары, то работа у вас пойдет куда лучше, если вы научитесь безукорисненно рисовать обычную Honda Civic. И в конечном счете вы поймете, что рисование реальных дизайнов это тоже интересно. Поэтому загрузите мои наброски с манекенами, ссылка в конце поста. И используйте их для создания своих собственных персонажей. Как видите, тут три разных заготовки. Если хотите поработать с оружием, то в центре я разместил соответствующую заготовку. Заготовки по бокам более общие. Желаю вам удачи в создании дизайнов и с нетерпением жду ваших результатов. Если вам понравилось это видео, нажмите кнопку лайв в конце поста. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!